О главных событиях дня к этому часу. В Алеппо за выход по гуманитарным коридорам требует выкуп. Посол США назвала условия для выборов в Донбассе. Трамп заявил, что избирателей Клинтон может мучить совесть. Боевики в Алеппо назначили мирным жителям цену за выход из города по гуманитарным коридорам. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. В распространенных от имени Верховного военного совета Джейш-Аль-Фатх листовках они установили тариф в 150 тысяч сирийских лир с человека, сумма равная примерно 300 долларам США. Наше руководство осознает уровень страданий мирных жителей города из-за бомбардировок и блокады кварталов Алеппо военными сирийской армии, говорится в тексте. После совещания с нашими братьями мы разрешим выход жителей в возрасте до 14 лет и старше 55 лет, при условии, что каждый заплатит за возможность уйти сумму в размере 150 тысяч сирийских лир, которые будут использованы для поддержания наших братьев на фронтах. Тем не менее, для большинства оставшихся в районе Восточного Алеппо это непосильная сумма. Напоминаем, войска сирийской оппозиции начали масштабное контрнаступление на контролируемую правительством часть города Алеппо на севере Сирии. Разведение сил и средств в Донбассе – это шаг к безопасности, при которой можно будет провести выборы. Однако безопасность должна быть стабильной. Такую позицию выразила посол США в Украине Мария Иванович в интервью «Радио Свобода». «Наша позиция четкая. Сначала вы должны иметь безопасность, чтобы провести выборы. Как иначе провести выборы, если нет гарантии безопасности? Как мы видим, договоренности о режиме прекращения огня, которые должны были бы действовать последние два года, не соблюдаются. Последние договоренности относительно режима тишины также нарушаются. Поэтому важно, чтобы безопасность была стабильной», – отметила она. Для этого, в частности, надо выстроить уверенность. В этом контексте стоит вспомнить договоренности относительно разведения сил и средств на трех участках на линии соприкосновения. Я знаю, что это очень дискуссионный вопрос в Украине, но если есть возможность отвести силы друг от друга, то меньше шансов, что они столкнутся в бою. «Это один из первоочередных шагов, на мой взгляд, как для населения, так и для всего политического процесса – утвердить безопасность», – подчеркнула Иванович. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп призвал избирателей, досрочно проголосовавших в штате Висконсин за Хилари Клинтон, передумать и отдать свои голоса за него. С таким призывом он выступил во вторник 1 ноября на встречу со своими сторонниками в Висконсине. По словам Трампа, проголосовавшие за Клинтон могут почувствовать угрызение совести. Таким избирателям он рекомендовал досрочно проголосовать еще раз, если они думают, что они совершили ошибку. В Висконсине, а также в штатах Мичиган, Миннесота и Пенсильвании электорату разрешено во время досрочного голосования менять свое решение до трех раз. Отпущенный для этого срок истекает в четверг 4 ноября. На практике подобные случаи бывали, но редко. Ранее сообщалось, что Трамп призвал своих сторонников голосовать дважды, если у них есть сомнения в том, что их голоса зачтены. Сотрудники Донецкого городского управления полиции совместно с коллегами из Куйбышевского районного отдела и инспекторами ГАИ провели административно-профилактическую отработку мест стихийной торговли, расположенных в Куйбышевском районе столицы. Полиции Куйбышевского района города Донецка совместно с администрацией района был разработан совместный план по ликвидации вот таких стихийных рынков, которые находятся на нашей территории. И с привлечением служб коммунального хозяйства, с привлечением представителей народного контроля были осуществлены мероприятия по демонтажу данных строений незаконных, которые были расположены на территории площади Бакинских комиссаров. Площадь Бакинских комиссаров является одной из достопримечательностей Куйбышевского района Донецка. Однако самовольно возведенные на проезжей части постройки испортили ее первозданный вид. Ранее правоохранители неоднократно составляли протоколы по фактам нарушения действующего законодательства в отношении собственников незаконных торговых точек. Но ситуация не менялась. Были предупреждены, составлялись административные протоколы, привлекались к административной ответственности. Но тем не менее люди продолжали незаконно осуществлять свою торговую деятельность. В связи с чем по совместной договоренности с администрацией района были осуществлены мероприятия по расчистке территории и демонтажу тех построек, которые незаконно самостоятельно были возведены. Представители власти уверяют, что предпринимателям будет предоставлена возможность заниматься своей деятельностью на территории легально действующих рынков. Жители столицы Донбасса любят свой город и благодарны правоохранителям за ликвидацию хаотичных застроек, портящих облик мегаполиса. Я проживаю рядом с площадью Бакинских комиссаров, вот по улице Панфилова. Для меня это очень важно, чтобы здесь и чисто было, и благоустроено, чтобы у нас здесь была чистая площадь, были клумбы. Я считаю, что ликвидация необустроенных стихийных рынков – это абсолютно правильно. И здесь находиться намного приятнее, чем раньше. Это мое мнение. Места стихийной торговли не только портят внешний вид города, но и несут реальную угрозу здоровью и жизни покупателей. Продукты и товары, продающиеся на бесконтрольной территории, не проходят никакой проверки качества, и их употребление в пищу может иметь негативные последствия для здоровья граждан. Стражи порядка ведут работу по пресечению несанкционированной торговли на территории всех населенных пунктов республики.